Я позволю себе поздравить и Елену Литинскую, у нее буквально на днях прошла презентация ее новой книги. И Веру Зубареву, у которой перед Новым годом вышла книга в издательстве Эксман. Книга называется «Ангел на ветке». А сюда я хочу сейчас пригласить Анну Михайловскую. Это страница прозы из одесской, страница журнала «Гостиная». Здравствуйте, дорогие друзья. Пару слов о журнале «Гостиная». Вот так получилось, что благодаря этому журналу я вообще узнала, что в Одессе такой богатый литературный мир, такое активное движение, потому что это был первый журнал, который, можно сказать, одесский, который взял мой рассказ и благодаря этому меня завесил Муратов, который привел меня на зеленую лампу. И вот с этого вот началась моя дорога в одесских литературных кругах. Поэтому большое спасибо журналу, Вере Зубаревой, вот с такой замечательной возможности. Сейчас рассказ. «Ба, скажи, он вернулся?» Бабушка молчит и сыплет в сито муку. Сетка в нем порвана. Там вообще больше дыр, чем самого сито. Но заменить его новым нельзя, иначе нарушится порядок вещей. Не знаю, что это такое. У меня все вещи в беспорядке. Но так говорит бабушка, и я ей верю. «А сама как думаешь?» Смотрю в окно, будто с той стороны за индивилового стекла вдруг появится дед Стефан и подскажет ответ. Но там только кружево изморозит. А в кухне тепло. Горит духовка. Сегодня у деда был день рождения, и мы печем пироги, чтобы раздать потом соседям. «Конечно, вернулся. Тогда бы ты не родила маму, а мама бы не родила меня. Я уже взрослая, в десять лет стыдно не понимать элементарные вещи. Но бабушка спрашивает так, будто это еще не решенный вопрос. Ее руки легко порхают над столом, а лицо серьезное. Баба кусает нижнюю губу, нервничает. Дед Стефан умер еще до моего дня рождения. Но я помогаю печь пироги уже не первый год, и знаю про него все из рассказов вам. Как его забрали в стройбар, и бабушка всю ночь зашивала в подкладку буфайки сухарин, чтобы их не отобрали в первое же утро. Как он горел в танке весной сорок пятого, и сумел выбраться непредимым. Как его увели на допрос в НКВД, но пожалели. И за ребенка, моей мамы. И закрыли дело. Знаю историю наизусть, но все равно волнуюсь. Стол припорошен мукой, мы месим тесто в четыре реки. Не так, говорит бабушка. Ты будто хочешь его раздавить, а его надо наполнить. Чем наполнить, не понимаю я. Чем есть? А что у меня есть? Есть новые ролики, но они не совсем мои. От брата достались. Есть еще друг Вовка. Но он тоже не мой. А мама с папой. Ну вот, точно мое, это мечты. Люблю придумывать всякое. И вот я воображаю, что сухари в Уфайте дедушки появляются новые. Он один вечером съел, а утром раз, и другой пророс. Их так много, что он по ночам товарищам паек подкладывает. И командиру тоже. Но не просто сухари, а сухари с сосисками. И тот отпускает дедушку досрочно. Горящий танк, это вообще легко. Его надо поджечь с другой стороны, как прелюб, чтобы пожар погасить. Я у Фини Мора Купера читала. Дедушка так и делает. Вернее, не он, а его друзья. А он им по рации передает, сам же не может вылезти. А потом пригоняет танк домой. И ездит на нем на привоз. Не он один, наверное. Бабушка часто говорит на базаре. Брут, как танки. Мечтаю и чувствую, как тесто под пальцами становится воздушным, податливым. Да я им за него что хочешь слеплю. Мы раскатываем круги, смазываем маслом, кладем вишневое варенье. Самое трудное, соединить края так, чтобы они не распались. Но в то же время, чтобы серединка осталась открытой. Бабушка бросает на меня тревожный взгляд и тихо спрашивает. Вернулся? Конечно, ба, да ты ж сама знаешь. Вру. Этого пока не знает никто. Ставим пироги в духовку. Ждем, волнуемся. А вдруг подгорят? Или не пропекутся? Или варенье потечет? Или... Бабушка не выдерживает, подходит к серванту. За его стеклом послевоенная фотография. Бывают годы, когда деда вернуть не удается. И на фото только изможденная женщина с грустными глазами. Бабушка. Эти годы неудачны. Все валится из рук. Будто неведомая сила хочет стереть нас из жизни. Но сегодня, сегодня на фото трое. Женщина счастливо улыбается, а мужчина с проседью в кудрявых волосах. Держит на руках девочку в матроске. Бабушка бежит в духовке, вынимает пироги румяные, ароматные, красивые. Она порыисто обнимает меня, целует в макушку, а я шепчу. С днем рождения, дедушка Стефан. Спасибо.